МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Отставание от графика, некачественное выполнение работ". Аким Североказахстанской области посетил проблемные строительные объекты Петропавловска. Поднять тариф на электричество и тепло предлагают монополисты. Какие обоснования приводят? На стадионе Караса идет масштабная реконструкция. Что изменится после ремонта? За пять месяцев 2023 года объемы производства животноводческой продукции в Казахстане увеличились на 3,6%. Эти данные на заседании правительства озвучил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Животноводство – одно из главных отраслей агропромышленного комплекса страны. И в целом она развивается стабильными темпами, отметил глава Минсельхоза. Устойчиво растет и поголовье всех видов скота. В 2022 численность КРС увеличилась на 4,2%. Овец – на 4,8%, лошадей – на 10,5%. Что касается качественных показателей, то средний удой молока повысился на 4,7%, а яйценоскости кур – на 17,2%. Большая работа, проделанная по линии привлечения инвестиций в эту отрасль. В прошлом году ее объемы увеличились на 67% и достигли 117,5 миллиардов тенге. Всего реализовали 102 проекта. Большая часть инвестиций пришлась на строительство молочных комплексов. В 2022 в эксплуатацию ввели 36 МТФ, общая мощность которых составила 52,4 тысячи тонн молока. Также возвели 7 птицефабрик. В этом году из республиканского бюджета нашему региону выделили 100 миллиардов тенге. Средства пойдут на возведение 65 молочно-товарных ферм, мощность которых составит 373 тысячи тонн молока в год. Это позволит снизить импортозависимость страны с 39% до 11%. Аким Североказахстанской области Айдарбек Сапаров проинспектировал ряд строящихся объектов Петропавловска. Первым делом глава региона посетил новый микрорайон Южный, рассчитанный на 973 участка. Сейчас здесь подводят инженерно-коммуникационные сети. За объектом закреплена бригада акционерного общества «Электромонтаж». Но ни рабочих, ни соответствующего оборудования здесь не видно. В сложившейся ситуации первый руководитель области недоволен. У нас ордер на производство строительно-монтажных работ получен от 30 мая. То есть работы можно вести только с 30 мая. Сейчас опоры поставлены. Ведем с подрядчиком контроль проекта производства работ. То есть он на бумаге все отразит, как будет работать, что работать. Согласуем с заказчиком. Все это и приступаем к работе. Сейчас первоочередное будет подрядчик ставить свои производственные помещения, прорабка и прочее размещение людей. Максимальное количество по графику привлечения людей здесь должно быть 143 человека у нас. На реализацию проекта выделили 2,8 миллиарда в тенге. По словам градоначальника, завершить работы подрядная организация должна до конца года. После Айдарбек Сапаров посетил микрорайон «Солнечный-2». На сегодня здесь построили сети электро- и водоснабжения, дороги и установили подстанции. Подрядчик ТУ «Альфа-Север». И работы в этом направлении еще продолжатся. Далее глава региона ознакомился с ходом строительства нового комплекса для Академии Нацгвардии. Возводить его начали в апреле 2022-го. По проекту 10,8 миллиардов выделено денег на этот объект. На данный момент в этом году план освоения 4,7 миллиарда. В этом году по плану должны закончить казармы. Казарма на сколько мест? Казарма на 660 метров. Там это будет культурный доступный центр возводится. Там будет зал на 800 миски. Плюс там музей будет. В этом году подрядная организация ТУ «Аш-Строй» планирует сдать в эксплуатацию казарму. В 2024-м культурно-досуговый центр и спортзал. Работы пока выполнены здесь на 60%. В завершении объезда глава региона проинспектировал работы по подведению инженерно-коммуникационных сетей и благоустройству многоквартирных домов по улице Лалиханово. На объектах работает ТУ «Тарас Энерджи». Но местные власти таким положением дел не удовлетворены. Компания не укладывается в сроки, отмечает градоначальник Руслан Анбаев. Мы вынуждены будем вести претензионно-исковую работу на расторжение данного договора. После того, как будет произведено расторжение, соответственно, оставшиеся виды работ будем являть новый конкурс. Со своей стороны мы пошли полностью на корректировку проекта. Было положительное заключение бюджетной комиссии. В данный момент сейчас вы видите, на каком этапе стоит. Неоднократно проводилось совещание с подрядной организацией на всех уровнях. Однако, мы видим, что и даже после тех совещаний, которые были проведены, подрядчик не принял во внимание все требования, которые Акимат области и Акимат города предъявлял им. Такая же ситуация обстоит и с многоэтажками по улице Горького. Из-за некачественной работы тарасских подрядчиков жители не могут заселиться в квартиры. По словам руководителя профильного управления, договор с организацией растургнут. А после выберут нового подрядчика, который и завершит все работы. Алишер Ашимов, Александр Янсен, МТРК. Международным стандартам будет соответствовать стадион «Карасай». В конце прошлого года здесь началась реконструкция. По словам руководителя проекта, подготовительные работы завершились. На данный момент проходит устройство поля. Сейчас занимаемся устройством поля. Мы уже сейчас будем делать поливочные водопроводы, отопление футбольного поля. И мачты делаем под прожектора. Прожектора будут здесь новые, высотой 40 метров взамен старых. Материалы в основном все идут с западных стран, значит, с Европы. Вот трубы, допустим, с Германии, значит, остальное оборудование. С Италии пришло к нам. Ну, и все делать будет по требованию УЕФА. Поле сделают с подогревом и системой стока и полива. Так можно будет искусственно поддерживать оптимальный температурный режим, что позволит сохранить игровые характеристики даже не в сезон. Стоимость проекта составила 1 миллиард 300 миллионов тенге. Деньги выделили из областного бюджета. Привлекли к проекту международных специалистов. Один из главных подрядчиков – итальянская фирма «Скарабели Ирригейшн Системс». Мы поставляли определенные комплектующие для системы полива. Я представляю итальянскую компанию «Скарабели», которая является лидирующей фирмой в Италии и в Европе именно для обустроив футбольных полеев, ланчатых. Мы контролируем весь процесс. Конечно, дадим все рекомендации, дадим все инструкции. Наша работа, что касается системы полива, осуществляется в довольно быстрых сроках. Закончить реконструкцию поля планируют в конце этого лета. На втором этапе возьмутся за обновление трибун. Диана Салихова, Азамат Бэмукан, МДРК. В стране изношены две трети сетей электроснабжения и 57% тепловых коммуникаций. Искусственное сдерживание тарифов может привести к отключениям, авариям и, как следствие, угрозе жизни людей. Потому ввели новый принцип – тариф в обмен на инвестиции. Энергетики региона выступили со своими предложениями. ВОСИФ Казанерго подало заявку на увеличение своего тарифа на производство тепловой энергии. Прошу не путать с отпускным для населения. На производство тепловой энергии на 2023-2025 год. Хочу обратить внимание, что основная тарифная смета изменена 25 ноября 2022 года, утверждена в декабре 2020 года. Она остается остальной статьей неизменной, кроме трех, по которым мы подали заявку на увеличение. Изменения обусловлены увеличением инвестиционной программы. Она включает в себя реконструкцию первой турбины, 9 и 11 котлов, модернизацию котла номер 2 и другие мероприятия, которые позволят снизить износ основного оборудования и повысить качество теплоснабжения. Вторая статья – это увеличение заработной платы наших сотрудников. Сегодня, значит, в утвержденной тарифной смете заработная плата составляет 158 278 тенге на 2023 год, на 2024 – 164 тысячи и на 2025 – 169 тысяч тенге, при том, что средняя заработная плата по итогам 2022 года по виду экономической деятельности снабжения электроэнергии газом, паром, горячей водой и кондиционерным воздухом составляет 199 209 тенге. А этот показатель формирует среднестатистическую заработную плату в нашей области, отметил Олег Перфилов. Еще один фактор – рост стоимости топлива. Также спикер поделился планами и сообщил, что сомневаться в следующем отопительном сезоне горожанам не нужно. Он пройдет не хуже прошедшего. Заявку на повышение тарифа направило и руководство товарищества «Петропавловские тепловые сети». В прошлом месяце там внесли изменения в действующую инвест-программу на 2023 год. Был увеличен объем финансированных мероприятий инвестиционной программы 2023 года на 42 миллиона тенге с 844 миллионов до 886 миллионов тенге без НДС. Дополнительные средства инвестиционной программы необходимы на выполнение капитального ремонта насосной станции «1», приводящей к ее стоимости. Второй статьей по повышению изменения тарифной сметы является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе. А это, возможно, позволит остановить отток кадров, отметил докладчик. С учетом всех затрат на 2023 год предлагаемый тариф составит 3085 тенге, что на 205 тенге выше утвержденного. Также заявками обратилось руководство Севказа «Энергосбыта» и Севроказахстанской РЭК. Пока все изменения находятся на рассмотрении в областном департаменте комитета по регулированию естественных монополий. Агирим Хамзина, МТРК. Очередного лихача выявили в Петропавловске интеллектуальные видеосистемы. За две недели они зафиксировали 56 фактов превышения скорости автомобиля ВАЗ-2101 на иностранном учете. Страховой полис на данный автомобиль зарегистрирован не был. Стражи порядком несли ориентировку на него в базу данных по категории «Неустановленный водитель». С этого момента камеры самостоятельно искали его в автопотоке. С помощью приложения «Мегакам Кургау» полицейские в короткие сроки обнаружили и остановили автомобиль. За рулем находился 29-летний житель Петропавловска. За многочисленные нарушения скоростного режима ему предстоит уплатить штраф на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч тенге. Также штраф 10 месячных расчетных показателей следует уплатить за управление без страхового полиса. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку. К слову, с 8 июня в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». За 6 дней ОПМ установлено 4745 неплательщиков по административным штрафам. Всего с начала года посредством видеосистемы автоматической системы фиксации выявлено 15 525 нарушений правил дорожного движения. Где найти работу и накопить на собственные квадратные метры? Это самые актуальные вопросы у молодежи. Чтобы на них ответить, в Петропавловске на коммунальном рынке провели единый день консультаций. Он проходит сегодня по всей стране. На сегодняшний день немало молодежи, которые имеют высшее образование, но при этом не могут найти себе подходящую работу. В связи с этим немало запросов с их стороны. Сегодня постараемся побольше проинформировать население, чтобы в дальнейшем они могли найти себе достойную работу, а мы будем оказывать содействие при трудоустройстве. Раньше такие акции уже проводили в торгово-развлекательных центрах. Помимо этого раздавали информационные брошюры на улицах в центре города. Но молодежь этого микрорайона оставалась без внимания, потому акцию провели именно на этом рынке. Мы работаем с молодежными государственными программами, которые позволяют молодежи стать лучше. То есть это с дипломом в село, Жасыл-Ель, привлекаем предпринимательство. Сегодня у нас присутствуют сотрудники спид-центра, сотрудники молодежных организаций. Есть представители Адбасы банка, представители предпринимательства, представители различных других сфер, отдел занятости, конечно же, которые рассказывают о государственных программах. Здесь также раздадут брошюры. Помимо этого можно оставить свой номер, чтобы получать консультацию в дальнейшем. Также на этой площадке информационную работу организовали и сотрудники Центра по профилактике и борьбе со спидом. Они рассказывали о профилактике заболевания. Также любой желающий мог пройти тест на ВИЧ и сразу же получить результат. Агирим Хамзин, Азамат Баймукан, МТРК. Семья Жумабаевых большую часть своей жизни прожила в Туркестанской области. Два года назад супруги с пятью детьми переехали в наш регион. По программе Янбек они поселились в селе Аимшан Шамбулского района, получили дом и работу. У обоих педагогическое образование. В местной школе преподают химию, биологию и историю. Переехали сюда в августе 2021 года. Государство нам предложило этот дом. Очень хороший и большой, что самое главное для нас. Единственное, сделали сами ремонт, утеплили пол. Когда только собирались переезжать, я сомневался, потому что село небольшое, людей немного. Но обжились. Сейчас все устраивает. Пошел переезд на пользу и детям. Самому младшему четыре года, старшему шестнадцать. Жанебек Жанасбек в этом году идет в одиннадцатый класс. Скоро ему предстоит сделать важный шаг в жизни. Выбрать профессию. Правда, с ней пока еще не определился. Поступать планируют в местный вуз. Я хорошо учусь в школе. Нашел здесь очень много друзей. Мой лучший друг тоже переехал сюда, как и я. Свободное время провожусь с ним. По вечерам играем в футбол и волейбол. Очень нравится здесь. За шесть лет в Аймшан переехали около десяти семей из трудоизбыточных регионов страны. Всего в населенном пункте насчитывается порядка семидесяти домов. Алишер Ашумов, Александр Янсен, МТРК. Лучшего уполномоченного по этике выбирали в региональном департаменте Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы. Конкурс организовали с целью повысить статус уполномоченных по этике и стимулировать их к совершенствованию своей деятельности. Прием заявок на участие в нем проходил с 26 мая по 5 июня. Документы подали девять кандидатов. Умуджан Нуртазина не впервые участвует в таких конкурсах. Два года назад защищала честь нашей области на уровне республики. Тогда заняла второе место в номинации «Лучший уполномоченный по этике». Основным из критериев работы уполномоченных по этике является проведение цикла профилактических мероприятий, информационно-разъяснительная работа. «Нами реализуется проект «Земля отцов. Завет потомкам». Это в рамках сакральной географии. Мы рассказываем и проводим туристические туры. Более того, в районе реализуется еще один проект «Горжусь с тобой, коллега», в ходе которого мы рассказываем о самых лучших представителях государственных служащих». Конкурс проходил по двум номинациям – «Лучший уполномоченный по этике территориального департамента» и «Лучший уполномоченный по этике местного исполнительного органа». Участникам необходимо было подготовить мотивационное эссе о морально-этических ценностях и презентацию с отчетом о проводимой работе. «Слово «этика» – это очень обширное понятие. Оно касается не только государственных служащих. Как сказал президент, необходимо соблюдать этикет Великой степи. В этическом кодексе государственных служащих Республики Казахстан говорится о честности, нравственности, открытости и вежливости. Все это должно быть в характере государственного служащего». На собеседовании участникам задавали вопросы, касающиеся профессиональной деятельности уполномоченных по этике. Кто стал лучшим, решит комиссия. Все представленные работы конкурсантов на данный момент находятся на рассмотрении. Валерия Филатова, Александр Янцин, МТРК. В этом году Назарбаев интеллектуальная школа выпустила 59 учеников. Четверо ребят стали обладателями знака «Алтенбельга». Десять получили аттестаты особого образца. 20% выпускников уже стали обладателями грантов зарубежных университетов. Торжественные обстановки учащихся поздравил директор школы Даняр Уалиев. Он уверен, что в дальнейшем выпускники учебного заведения будут студентами лучших казахстанских вузов. Это ежегодная тенденция у нас. В среднем больше 20% всех выпускников они сейчас обучаются за рубежом. Основные наши выпускники, конечно, выбирают вузы Казахстана, как Назарбаев университет и топовые вузы. Надеемся, что все наши выпускники 100% получат гранты уже казахстанских вузов. Последний звонок сегодня прозвучал для Орлана Мохамеджанова. Говорит, его переполняют смешанные чувства. С одной стороны, жалко прощаться с родной школой. С другой, волнительно переходить во взрослую жизнь. С самых первых дней нашей школы я начал заниматься активной школьной деятельностью. Я начал посещать другие города, занимать места на республике, на международных соревнованиях. Я был в школьном самоуправлении, был вице-президентом школьного самоуправления. Честно, я получил огромный багаж знаний. Радуются за детей и родители. Они поздравили выпускников и пожелали им дальнейших успехов. Для меня это такой торжественный день. Я очень рада, что мой сын поступил в эту школу, закончил эту школу со своими достижениями, со своими убеждениями новыми. Я очень рада, что именно он здесь проучился, потому что он получил такую стартовую площадку, багаж знаний, которые, надеюсь, пригодятся ему в будущем. Также на торжественной линейке выпускникам вручили нагрудной знак и документы членов Нишаламной. Объединение выпускников Назарбаев интеллектуальных школ. Камила Карим, МТРК. Талантливые, красивые, целеустремленные. Ансамбль «Туган-Жер» вернулся с очередного конкурса. Коллектив принимал участие в Busan International Dance Festival в Корее. Танцоры из Петропавловска были единственными от нашей республики. Фестиваль проходил на берегу Японского моря. Сцена стояла непосредственно на пляже, на песке. И мы в костюмах под открытым небом демонстрировали 15-минутную программу. И также на втором этапе фестиваля, на следующий день, мы показывали вторую свою программу, тоже 15-минутную. Ансамбль «Туган-Жер» специализируется на народных танцах, поэтому в своей программе они представили национальный танец Казахстана. Ребята рассказали о традициях нашей республики, а также узнали о культуре разных стран, в том числе Канады, Франции, Аргентины. Каждая страна по-своему очень особенна. Разные хореографии, стили, манера, музыка, все очень-очень разнообразное. Посмотрели, вдохновились и приехали снова домой. Надеюсь, что это вдохновение теперь повлияет на нашу дальнейшую работу. Во время фестиваля для участников со всего мира проводились различные мероприятия и мастер-классы, на которых они могли обменяться опытом. По словам ребят, больше всего им запомнились трюковые элементы танцоров из Марокко. Корейский зритель принял нас очень тепло. Были очень много слышны отзывы о нашей хореографии, о подготовке артистов, о дисциплине нашей группы отдельно отметили организаторы. Поблагодарили нас и пожелали новых встреч с нами. Коллектив ансамбля остался под большим впечатлением от поездки и планирует дальше развивать свое мастерство. Валерия Сиваш, Александр Янцин, МТРК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова